Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 30 марта день Алексия. Этот день в народе прозвали Алексий Теплый, и назван день в память святого Алексия. Он родился в обеспеченной семье, и ему пророчили богатую беззаботную жизнь. Однако Алексий, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Богу. За день до свадьбы он сбежал из дома, многие годы провел в молитвах, добрых делах, питаясь только подаянием. Спустя некоторое время он вернулся домой и жил там, в Чулане, поскольку родители его не узнали. В народе говорили, Алексий с гор потоки, и все потому, что в этот день талая вода течет в реке с гор. В этот день крестьяне выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба от весеннего тепла выходила к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. В этот день было принято пить медово-березовый взвар. И вообще почитали березу, которая была символом чистоты и мира. Считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают особой целебной силой. Приметы. Если погода сегодня прохладная, весна будет позднее. Каковы в этот день ручьи, таков будет и разлив рек. Тепло на Алексея к урожайному году. Если пряжу сегодня положить в открытый водоем, то это сделать ее прочной и белой. Если сплести в этот день сеть и отправиться с ней на рыбалку, весь год будешь с рыбой. Если Алексу сегодня помолиться, то будешь весь год с медом. На орешнике сережки появились. Зиме конец. Пора садить мак, редиску, святы. Скажите, а вот то, что раньше пили, натощак по утрам, вот соду, это так же полезно или не всем? Знаете... Потому что там теплой воды лучше выпить. В смысле, воды выпить или что там натощак, что лучше выпить или как понять? Да. Да, да, да. Вот смотрите, я как раз тут перед вами решил для себя там небольшие видосики сделать. Смотрите, вы лучше всего выпить теплой воды. Вот вы встали, теплая вода, не надо холодная. Надо прогреть внутренности, надо подготовить желудочек. Желудок тогда активен, когда он тепленький. Он тогда лучше выдает все эти свои там соки, переваривание. Потому что как только холодная получается, спазм, и он останавливает. Значит, вы пили тепленькой водички, стакан, больше не надо, мелкими лотками. И, кстати, когда пьете водичку, говорите, мать святого водичка, пью тебя с любовью и благодарностью. Оказывается, вот эти два слова, любовь и благодарность, делают ее суперцелебной. Когда исследовали водичку, знаете, вот это самое, что там получается? Там получаются самые красивые кристаллы, которые наиболее полезны для нашего здоровья. Вот. Понимаете? Это интересная вещь. Как пить воду? Пить воду не просто так, а выпили вот так и сказали. И она там действует как надо, тепленькая. Если же вы хотите, чтобы, знаете, вот, как бы сказать, почистилась печеночка, мягенько почистился желчный пузырь. Лучше было там желчное отделение и так далее. Вы натощак выпиваете столовую ложку подсолнечного масла. Просто-напросто раз выпили ее. Хоп. Она обеспечивает желчегонный эффект. И все там уже начинает и растворяться, а лучше работать. То есть вот так вот этот самый. Что там еще спрашивали? Это что-то я.